На сегодняшний день сфера шоу-бизнеса привлекает многих, в том числе профессиональных спортсменов. Многие рестлеры, баскетболисты и боксеры идут в мир большого кино, находя там свое призвание. Наш сегодняшний герой тоже не исключение. Джейсон Стэтхэм пришел на большие краны из мира вышек для прыжков в воду. Более того, в возрасте 20 лет он приезжал в Москву на старейший международный турнир «Весенние ласточки», где сделал фото с чемпионом Европы, но обо всем по порядку. Вы на канале Фитстарс, пристегивайте ремни и мы начинаем! Джейсон вырос в городе Грей-Ярмут, английском захолустье на 45 тысяч человек, где жизнь крутилась вокруг паба. Пацан развлекался как мог, в 7 лет он бегал по улицам и устраивал театральные постановки для прохожих. Вскоре Джейсон переключился на спорт, устраивал домашние турниры с братьями-боксерами, чаще всего в роли груши, пробовал гимнастику. Сейчас с трудом верится, что легенда боевиков мог выступать в обтягивающем костюме, разве что в чьих-то мечтах. В 8 лет он бешено увлекся футболом и вступил в школьную команду, где 5 лет отбегал нападающим. Все изменил летний отдых с родителями в Майами, когда Джейсону было 12. Однажды утром он спустился к бассейну и увидел парня, прыгающего с трамплина. Это зрелище его буквально заворожило. Дома актер первым делом записался в секцию по прыжкам в воду. Он не показывал выдающихся результатов, но подружился с тренером Кимом Уайтом. И когда через пару лет Уайта назначили тренером юношеской сборной Великобритании, он привлек в команду Стетхэма. В то время пацан ежедневно тренировался после школы и невероятно кайфовал от занятий. Еще через пару лет Стетхэм попал в сборную Великобритании, и с этого момента он сфокусировался на спортивной карьере. Ради спорта 18-летний Стетхэм перебрался на юг Лондона, поближе к спортивному центру Кристал Пеллос, который на тот момент был домом для британской сборной по прыжкам в воду. Иногда Стетхэм ездил на международные турниры. Самый экзотический трип в 1990 году в Россию на московский турнир «Весенние ласточки». Это старейший турнир по прыжкам в воду и проводится с 1959 года. Во время открытия турнира и презентации сборных Джейсон попросил фото с советской сборной по прыжкам в воду, состоявшей из мировых звезд. Конечно, они не отказали. Интересно, знают ли финалист Олимпиады Валерий Истаценко и чемпион Европы Владимир Тимошин, что у них есть совместная фотка с голливудской звездой. Памятное фото – единственный трофей Джейсона с московского турнира. На соревнованиях он редко занимал место выше второй десятки. Однажды на интервью его спросили, «Поговаривают, вы заняли 12-е место на Олимпийских играх». На что он ответил, «Кто это написал? Моя мама». Джейсон ушел из спорта 24 года назад. Сегодня ему 55 лет, но его тело все еще в идеальной форме, в том числе благодаря кикбоксингу и джиу-джитсу. Страстью к единоборствам его заразил Гай Ричи. Еще в начале нулевых мужчины встречались в гараже у режиссера и отрабатывали приемы. Занятия спортом помогли Стэдхаму в кино. Один из его главных скиллов – трюки на площадке он исполняет сам без дублеров. Чтобы выполнять трюки любой сложности, Джейсон вкалывает в зале с персональным тренером – бывшим морским пехотинцем Логаном Худом. Мужчины тренируются 6 дней в неделю по 45-60 минут. Стэдхам любит упражняться собственным весом, свободными весами и на грибном тренажере. В своем интервью актер признается, что за весь шестидневный цикл никогда не повторяет одно и то же упражнение дважды. Веса, время и интенсивность всех упражнений идут под запись в тренировочный дневник актера. При построении тренировки особое внимание Стэдхам уделяет тренировкам на мышцы стабилизаторы, помогающие построить крепкую спину и рельефный пресс, а также подготовить тело к функциональным нагрузкам. Трудно представить, но в качестве упражнений на стабилизаторы Джейсону приходится регулярно выполнять более 500 вариантов приседаний, различных прыжков, планок и подъемов ног, когда большинство из нас практиковало от силы одно. Чтобы также как Джейсон знать о разновидностях упражнений, правильных способах и приемах по занятию ими, переходите по ссылочке в описании и изучайте программы тренировок, деликатно подготовленные нашими спортивными экспертами специально для вас. Для развития взрывной силы и рефлексов Стэдхам всегда использует плеометрические упражнения. Это такие упражнения, суть которых заключается в использовании ударного метода с целью стимулировать мышцы при помощи активного усилия, а затем растягивания. В основе ударного метода лежит глубокий прыжок и резкое отталкивание. Например, бёрпи, прыжки через скакалку, запрыгивание на платформу и рывки в сторону. Они помогают развить скорость, взрывную силу и выносливость, улучшить координацию, сбросить вес, укрепить сухожилия, а также ускорить рост мышц и увеличить их мощность. Несмотря на плотный рабочий график, включающий в себя постоянные съемки и перелеты, актер старается тренироваться при любой удачной возможности. Для таких моментов у него есть упрощенный вариант тренировки. Жена Джейсона, британская модель Рози Хантингтон Уайли, однажды поделилась своими мыслями о стиле жизни своего возлюбленного, Джейсон обожает тренироваться, даже когда мы на отдыхе, он отжимается, приседает и бегает, и я обожаю его огромные бицепсы. Джейсон в 2017 году расписал свой план тренировок для британской версии Men's Health, в котором он рассказал, что может за день проплывать несколько километров, а затем заниматься силовой гимнастикой на паралетсах и кольцах с подъемом гирь. Несмотря на череду разносторонних упражнений, пару вещей в его тренировках остаются постоянными – это разминка и заминка. Они занимают особое место в его подготовке. Обычно он начинает с растяжки суставов, а затем переходит к занятию на грибном тренажере, приседаниям или бегу. Диета актера включает в себя основы правильного и натурального питания. Она основывается на трех базовых принципах. Во-первых, никакого сахара и мучных изделий. Исключаются хлеб и макароны, так же, как и любые сладости. По словам Джейсона, это всегда самая сложная часть диеты. Тяга к сладкому заложена на генетическом уровне, дети любят его по причине высокой калорийности, а у взрослых оно выступает в качестве поощрения, заглушающего депрессию. Фактически, ложка сахара в чае содержит лишь 20-25 килокалорий, что не так много. Но за счет влияния на уровень глюкозы в крови, сладкий чай способен провоцировать чувство голода, заставляя человека искать перекус, что в конечном итоге приводит к набору лишнего веса. Если вы хотите отказаться от сладкого, добавьте в рацион сложные углеводы. Сладости быстро расщепляются в организме до простых сахаров, заставляя вас искать новые источники энергии. Порция крупы в итоге тоже трансформируется в простые сахара, однако этот процесс будет более долгим, поэтому вы дольше останетесь сытыми. Более того, сокращайте потребление сахара постепенно. Например, вместо трех кубиков рафинада начинайте бросать в чай два, а затем один. Не тянитесь за второй конфетой, разделите пирожное пополам с подругой или второй половинкой, удовольствие от сладости вы получите, но съедите в два раза меньше сахара. Еще больше советов по вкусному и здоровому питанию вы сможете найти на питстарс.ру. Мы собрали для вас несколько лайфхаков, которые помогут вам быстро научиться вести дневник своего ежедневного рациона. Указывайте в дневнике количество, вес или объем, хотя бы приблизительный, употребленных продуктов, а также их калорийность и время приема. Планируйте свое меню заранее и старайтесь придерживаться его в течение дня, а вечером вносите в записи коррективы, если что-то пошло не по плану. А также дополнительно записывайте свои ощущения в животе, которые возникли после употребления тех или иных продуктов. Это поможет заметить, какие продукты вызывают изжогу, тяжесть в животе или вздутие. Актер ведет подробный дневник питания, записывая свой рацион на день. Без учета не обходится даже обыкновенная вода. Такой подход позволяет оценить реальный рацион, ведь человеку свойственно в ежедневной суете быстро забывать, что он ел совсем недавно. К примеру, вы стараетесь употреблять диетическую пищу, но на работе нередко случаются перекусы в сухомятку перед монитором компьютера. Как правило, это происходит машинально, по ходу работы. При этом ваше подсознание быстро вытесняет из памяти эти моменты, а потом появляется удивление «почему нет прогресса? Ведь я на диете». Стетхэм питается 5-6 раз в день, используя принцип разделения калорий «calorie switching», разработанный в 2011 году личным тренером Джейсона Стетхэма Дэнни Хэнзелом. Основная идея этого метода заключается в том, чтобы распределить прием пищи таким образом, чтобы потреблять определенное количество калорий в зависимости от фазы дня и интенсивности тренировок. Принцип разделения калорий Джейсона Стетхэма предполагает использование трех видов продуктов. Первое – протеиновые продукты – мясо, рыба, яйца и другие продукты, которые содержат белок. Второе – это углеводные продукты, такие как овощи, фрукты и орехи. И третье – это здоровые жиры – авокадо, орехи, рыбий жир и другие продукты, которые содержат в себе здоровые жиры. И включает в себя следующие этапы. Первый этап состоит из низкоуглеводной диеты, в течение которой потребление углеводов и жиров снижается, а объем потребления продуктов на основе белков увеличивается. Это обеспечивает организм достаточным количеством белка, который помогает сохранять мышечную массу, а также снизить уровень сахара в крови и ускорить жиросжигание. Второй этап – умеренного потребления калорий, во время которого углеводы возвращаются обратно в рацион, при условии, что общее потребление калорий укладывается в рамки допустимой нормы. Джейсон старается придерживаться 2000 калорий в день. Цель этого этапа – максимальное снижение жира и сохранение мышечной массы, а также увеличение уровня энергии и повышение физической выносливости. Третий этап – повышенного потребления калорий, где увеличивается потребление всех трех видов продуктов – белков, углеводов и насыщенных жиров, а также добавляются дополнительные калории для поддержания и роста мышечной массы. Цель этого этапа – максимальная поддержка спортивной формы и увеличение мышечной массы. Стетхэм считает, что кроме физической формы не менее важно сохранять позитивное мышление и духовный баланс. В одном из интервью его спросили, что помогает ему оставаться секс-символом 21 века и справляться с эмоциональной нагрузкой от насыщенного съемочного графика. Здоров, да, да я просто читаю свои цитаты, любезно собранные фанатами из России в комментариях к моим фото, и понимаю, как много людей не могут жить без моей мудрости. Я понимаю, какой груз ответственности лежит на мне, ведь как я люблю говорить – одна ошибка, и ты ошибся. Сегодня мы с вами познакомились с образом жизни кумира миллионов людей по всему миру, который практикует уникальный стиль жизни, который помогает ему держать форму и сохранять крепкое здоровье. Мы уверены, что многие из вас вдохновились примером «Звезды Форсажа» и «Неудержимых», поэтому специально для вас у нас есть уникальное предложение. Переходите по ссылочке в описании, получайте промокод на скидку 70% и тренируйтесь на fitstars.ru вместе с нами. Давайте строить лучшие версии себя вместе! Ставьте лайк и подписывайтесь на FitStars Girls, нам будет приятно! До новых встреч!